Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. В этом ролике расскажу о такой группе препаратов, как полипептиды коры головного мозга. Постараюсь в этом ролике кратко и с такой долей понимания, чтобы было доступно каждому, объяснить, почему нужно обратить внимание на эту группу, в чем ее плюсы, преимущества, и почему действительно не стоит забывать об этой группе, потому что вы упускаете целый спектр вот таких вот возможностей и эффектов, которые могут помочь вам на этапах восстановления, восстановления и лечения урологических патологий центральной нервной системы либо периферической нервной системы. Используется эта группа не только в неврологии, но еще и в кардиологии и при лечении других заболеваний. Что такое полипептиды коры головного мозга? Это получается комплекс низкомолекулярных водорастворимых белков, которые проникают через вот этот гематоэнцефалический барьер непосредственно к нервным клеткам. Я не буду называть фарм названия этих, получается, препаратов. Расскажу в целом о группе, чтобы не делать никакой рекламы. Одним из преимуществ этой группы – это наотротный эффект. Благодаря этому эффекту, принимая эти группы препаратов, мы улучшаем свою память, концентрацию внимания, обучаемость и ряд вот таких вот когнитивных, получается, функций, характеристик. Очень актуальна эта группа для студентов, для учеников, потому что очень часто они обращаются, хотят улучшить свои, получается, показатели. Сразу оговорюсь, ничто не сможет заменить действительно вот это вот труда изучения и познания. Вот эта группа препаратов действительно улучшит ваши результаты, но не заменит этого. Да, действительно, принимая эту группу, получается, вы оцените вот это преимущество. Поэтому действительно довольно-таки эффективная группа и хорошие отзывы. Именно что касается вот этого наотропного эффекта. Есть нейропротективный эффект, то есть защита клеток нервной системы от воздействия всевозможных токсинов. Что может являться токсином, сразу же спросите. Вот чего бояться? Это и глутамат, это ионная кальция, это свободные радикалы. Что активно вот сейчас вообще в целом обсуждается. И такая вот огромная проблема ряда патологий. Также есть, получается, антиоксидантный эффект. Это эффект, который позволяет уберечь, получается, клетки нервной системы от стресса, от гипоксии, когда клетка недополучает кислород и все необходимые такие вот нужные вещества, элементы, которые помогают клетке существовать. Также есть, получается, тканеспецифический эффект, который позволяет нервной клетке регенерировать, то есть восстанавливаться, что очень важно, потому что вот эти процессы восстановления, особенно нервной ткани, они очень сложные, они очень длительные. И иногда бывает в целом невозможно, поэтому тут очень много проблем с этим связано. Но мы не об этом. О механизме действия не буду останавливаться, получается, на этом пункте, чтобы не усложнять и так довольно-таки научный язык этого ролика, чтобы было доступно и понятно в целом, потому что без специфического образования, специального образования не разберетесь, не разберетесь. Перейдем к показаниям. Когда, получается, действительно вы можете использовать эту группу, исходя уже из этих эффектов, вы уже понимаете примерно, какие заболевания мы можем, получается, лечить этой группой. Это нарушение мозгового кровообращения. Особенно, получается, на этапах восстановления, восстановления, что очень важно. Это, получается, дисциркуляторные нарушения, дисциркуляторная энциклопатия. Это восстановление после черепа мозговых травм. Это все вот эти изменения вегетативные, которые, астенические состояния, когда вот есть вот эта вот апатия, тревожность, вот такое вот нежелание жить и прочее-прочее, около депрессивные состояния. В целом, получается, в чем специфика еще? При таких состояниях, как судорожный синдром, эпилепсия, да? Казалось бы, не рекомендуется стимулировать и прочее, но вот эта группа является группой препаратов, которые допускают в показаниях есть, получается, судорожный синдром. Поэтому это огромное преимущество, особенно в тех состояниях, когда вот просто банально, чтобы вы понимали, человека нужно как-то вот дать ему энергии, дать ему, получается, какого-то вот такого позитивного настроения, увеличить его трудоспособность, обучаемость и в целом помочь ему вот получить вот этот позитивный эффект и веру в то, что нужно продолжать бороться с патологией и что есть надежда и по самочувствию дать ему этот эффект, опору, то, что поможет ему, получается, увеличить свою веру и продолжать бороться с патологией. Есть ряд противопоказаний, когда, получается, ну, с очень таким, ну, с осторожностью относиться к этой группе. Во-первых, это у нас те состояния, когда и так вот чрезмерная активность, учащенное сердцебиение, когда есть, получается, тахикардия. Вот это все, ну, с осторожностью, с осторожностью. Также не занимайтесь самолечением, потому что есть индивидуальная непереносимость. Это пептиды, это белок, поэтому только по показаниям, получается, лечу врача. Поэтому я и не называю, получается, представителей этой группы, чтобы вы не занимались самолечением. Обращайтесь к специалистам. Правильно поставленный диагноз – это залог успешного лечения. Как назначается эта группа? Чаще всего внутривенно, внутримышечно. Вот. С осторожностью в условиях, получается, обязательно процедурного кабинета. Не колите самостоятельно дома. Ни в коем случае. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Возможно, следующий ролик я сниму на вашу тему. Всем спасибо, поддержите ролик лайком и поделитесь в социальных сетях. Всем пока, встретимся в следующем ролике.